Здравствуйте! В эфире iNews в студии Андрей Соколов и в ближайшие минуты самые интересные новости из мира IT-индустрии. Социальная сеть Instagram наконец-то услышала мольбы своих пользователей и решила увеличить качество загружаемых изображений. Напомним, до недавних пор все фото при загрузке уменьшались до разрешения 640 на 640 пикселей. Понятно, что когда социальная сеть создавалась, экраны смартфонов имели невысокое разрешение, а мобильный интернет был не столь быстрым и нужно было идти на компромисс в качестве загружаемых фото. Но теперь ситуация изменилась. Многим мобильный интернет заменил обычный доступ в сеть, а экраны смартфонов и планшетов стали сверхчеткими. А значит и социальной сети нужно эволюционировать. Надо сказать, обновление просилось давно и пользователи уже начали возмущаться низким качеством изображений. Особенно это касается Android-версии приложения. Здесь качество картинки при сжатии ухудшалось прямо-таки кардинально. Но вот свершилось. Теперь изображения в Instagram будут загружаться в разрешение 1080 на 1080 пикселей. Причем нововведение коснется пользователей как iOS-девайсов, так и Android-устройств. Отмечается, переход на новые качества будет постепенным. Американская корпорация Apple получила более 90% прибыли на рынке смартфонов за первый квартал 2015 года. Новость сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на материалы аналитической компании Conoco. Главный конкурент Apple, южнокорейский гигант Samsung, идет с большим отрывом. Доля компании составила всего 15%. Общая доля прибыли двух корпораций превышает 100% из-за убытков других производителей. При этом стоит отметить, что в штучном выражении Samsung продала больше смартфонов, чем Apple. Просто американская компания представлена только в высоком ценовом сегменте, а Samsung во всех. Татарстанцы все активнее жалуются на автомобилистов. Во втором квартале 2015 года жители республики обратились в сервис «Народный инспектор» более 13 тысяч раз. По сравнению с первым кварталом этого года показатели выросли более чем в два раза. Новость сообщает Министерство информатизации и связи республики. По словам специалистов, возросшее количество уведомлений свидетельствует о том, что с приходом весны и лета усугубляется проблема парковок. Напомним, сервис «Народный инспектор» был запущен в ноябре прошлого года. Его задача — улучшение безопасности на дорогах Татарстана. Обратиться в «Народный инспектор» можно, скачав специальное приложение. Оно доступно для операционных систем Android и iOS. Ну и в завершении выпуска наша рубрика видео. Космический вездеход Opportunity, который с 2004 года бороздит просторы Марса, в январе отпраздновал 11-летие своей миссии. И вот на днях американское космическое агентство NASA выложило в сеть ролик, где полностью показан марафон марсохода по красной планете. Всего за 11 лет Opportunity преодолел более 40 километров. Левое изображение демонстрирует нам непосредственно то, что видит сам марсоход. Правая же часть картинки показывает маршрут, по которому движется аппарат. На Марсе Opportunity проводил анализ грунта, исследовал кратеры, производил ремонт своей собственной вышедшей из строя тепловой защиты, а также застревал на два месяца в марсианских дюнах. И сейчас миссия продолжается. На этом всем. Смотрите iNews и оставайтесь в курсе самых интересных событий из мира IT-индустрии. Также присоединяйтесь к нашей группе в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго, до встречи.